Галина студентка, учится в институте культуры. С виду здоровая девушка, однако в ее организме есть ген, который приводит к мышечной дистрофии. Но в ее случае проявления коварной болезни оказались минимальными. Бывает, что у меня из рук что-то вылетает, я вспотыкаюсь, падаю. То есть она не сильно, потому что у девочек два гена, ничего страшного сильно не проявляется, а у мальчиков один, и поэтому вот так вот. Гораздо меньше повезло ее родному брату. Диагноз удалось установить не сразу. Он постоянно падал. Мы сначала думали, что это, врачи говорили, что это нормально, что все дети в этом возрасте падают. Но у нас уже звоночки забили, что это не все в порядке, надо проверять ребенка. То есть мы долго бились, не могли установить диагноз. В итоге нам поставили недифференцированную мышечную дистрофию, то есть говорили, что это не наш вид, и в итоге вот уже поставили наш вид. Поломка гена привела к полной парализации. Сейчас за ребенком ухаживает мама и старается помогать хотя бы советам другим таким людям. Мама состоит у нас в сообществе мышечная дистрофия Дюшена, где мамочки со всей России состоят с такими детьми. У каждого там разный ген поломанный, то есть они всегда обсуждают, что надо, как это все получить. Здесь, в Алтайском крае, я знаю, что есть в Убийске такая же семья, и с похожими заболеваниями, не с Дюшена, а тоже там с мышечной дистрофией, но с другими подтипами, тоже много уже по Алтайскому краю становится детей. Диагностировать болезнь Артемию тоже не могли долго. Первые симптомы появились, когда ему не было и года. Однако о том, чем болеет, мужчина узнал только в 20 лет. Мы жили тогда в Татарстане, в маленьком городе, и тамошние врачи, в принципе, даже не знали о существовании таких заболеваний. Они говорили, что это, возможно, какая-то, ну просто либо аллергия, либо вообще пищевое какое-то отравление. В Барнауле диагноз установили – болезнь Шенвейна-Генаха. Мне нельзя иметь здоровый, так скажем, иммунитет сильный. Мне приходится на иммуносупрессорах жить и ограничивать его, так скажем, в его здоровье, грубо говоря. То есть, если у меня будет здоровый полноценный иммунитет, то он будет атаковать мой же собственный организм. Во время рецидивов, которые случаются около двух раз в год, Артемий проходит гормональную терапию. Мужчина состоит в сообществе сильнее обстоятельств, старается помочь людям с орфанными заболеваниями информационно. Повысить осведомленность о редких болезнях, чтобы не только люди, просто обычные люди знали от существования таких болезней, об их проявлении, но и доктора. Потому что, как я уже сказал, многие врачи, видя заболевание, они могут его просто не диагностировать по внешним признакам, потому что не знают, как оно себя проявляет. Участники сообщества активно проводят разные акции, чтобы объединять людей с редкими заболеваниями и оказать поддержку тем, кто в ней сильно нуждается. София Цинка, Алексей Фризин. День с толком.